Начну я с операции наших спецслужб в Татарстане, но начну я с самой операции, а вторым блоком будет уже мировая реакция, что сказали в мире по этому поводу. Но с самого факта начнем. Итак, в республике Татарстан 2 апреля прогремели взрывы. Стало известно, что причина взрывов атака беспилотников по заводу в Елабуге, где собирают ударные дроны Камикадзе-Шахет. В то же время беспилотники атаковали и нефтеперерабатывающий завод Танека в Нижнекамске, тоже в Татарстане. Как информируют российские паблики, дрон попал по технологической установке НПЗ, после этого возник пожар. Сегодня в интернете, в социальных сетях распространяли такую карту, куда может долететь украинская БПЛА, основываясь на этой операции в Татарстане. И такой радиус достаточно большой от Петербурга и до Магнитогорска. А Магнитогорск – это уже Урал. Роман Григорьевич, что скажете об этой операции в целом и какие перспективы открываются с учетом такой дальности действия? Да, действительно, вы правы. 1200 километров – это серьезно для беспилотника. То есть уровень беспилотника, уровень сборки, естественно, управления на такой дальности – это довольно-таки сложный процесс технологический. Потому, раз мы уже так достаем, я скажу, что выросли на голову практически, выросли наши специалисты. Это только техническая часть, чисто техническая. То есть это уже дает определенную надежду и на дальнейшее продвижение. 1200 – не пределы. Вот вы сейчас правильно сказали. До Урала, до Магнитогорска. А мы должны 2000 километров до Урала, чтобы дойти до реальных уральских заводов. Допустим, Уралвагонзавод – это основной завод, который производит, допустим, тяжетанки. А это 2000 километров. И по большому счету, если беспилотники проходят 1200, самолетные такого уровня, то 2000 они точно пройдут. И есть куда двигаться. Это по поводу беспилотников. Но здесь есть проблема в чем. Беспилотник такого уровня, самолетный, он много не потянет с собой боевой части. То есть, ну, 20, ну, 50, ну, 75 килограмм, да, ну, до сотни – это потолок. Чем больше дальность, тем меньше боевая часть. А для того, чтобы, допустим, уничтожать реально заводы, военные заводы, боевая часть нужна, ну, а полутонны. Это вот, кстати, все ракеты такого уровня, то есть ракеты с дальностью 2-2,5 тысячи километров, основные, у них полутонные боеприпасы. Это оптимальный вариант для разного рода поражения, даже бетонобойного, в том числе, тандемные боеприпасы. Вот они где-то в полутонны. Таурус, Стормшеду, Скалп, российские, Калибр, допустим, Х-101, Х-555 – это все полутонные заряды. Даже тот же Искандер. То есть вот, а вот полутонны беспилотник не потянет, вот просто не потянет. Потому беспилотники оптимально их используются по уже, в принципе, готовым к уничтожению, готовым взорваться мощностям. Вот почему НПЗ в этом смысле очень хорошо подходит. Вот удары идут, в основном удары идут либо по возгонным емкостям, либо по, допустим, установкам предварительной подготовки нефти, дистиллятной такая, так называемая. То есть она сама по себе уже при попадании даже 20-ти килограмм взрывчатки, она сама по себе уже взрывается, горит и, в принципе, выгорает, по крайней мере, эта часть. А это основная часть у завода. Ну, то есть НПЗ без вот этих мощностей, он просто уже не нужен. А ее восстановить и поставить, опять ее запустить, такого рода установку, это иногда до полутора лет доходит, тем более производят их в основном не в России, то есть за рубежом, а сейчас уже под санкции попали. Потому вот такие удары, их надо разделять, вот как правильно сделали, служба безопасности работает по НПЗ, также можно работать по медкомбинатам. Мы как-то с вами говорили, в каждом медкомбинате есть такое, ну, мягко скажем, сердце, это кислородные цеха. И вот кислородный цех выводите из строя, все, медкомбинат выключается, как он бы он большой не был, для его уничтожения надо, допустим, там, тысячи тонн авиационных бомб для того, чтобы полностью уничтожить. Ну, выключаете кислородный цех, а он сам по себе взрывается. Ну, то есть даже 20 килограмм он уже выводится из строя. Потому вот, понимая вот эти точки, зная, куда надавить малыми боеприпасами, малым количеством боеприпасов, служба безопасности в основном она использует и выполняет боевую задачу. А вот уже все-таки по серьезным заводам уровня, Уралвагонзавода, да даже по тому же татарскому сборочному цеху шахетов. Туда тоже, ну, один беспилотник, мы что-то тоже видели, но он не нанесет серьезного вреда. То есть туда надо отправлять что-то с полутонным, как минимум полутонным запасом. Пока у нас на данный момент таких механизмов нет. Что еще могло бы стать целью, на ваш взгляд? Энергетика, это очень важно, энергетика. Дело в том, что вот тот же какой-нибудь из заводов, военных заводов, они же висят на энергосетях. В основном граждан, ну, в принципе, не важно, на энергосетях висят. И понимая эти точки, куда можно попасть, допустим, по трансформатору, по тягловым подстанциям, тяговым подстанциям на железной дороге, их выводить можно беспилотниками в том числе. То есть пока у нас нет полутонных зарядов, нет пока и ракет на такую дальность. То есть беспилотник, он бы себя неплохо показал по этим точкам. Их еще где-то с десяток есть по разным направлениям, причем это та энергетика, которая питает военную отрасль российской промышленности в чистом виде. Хотя она сейчас вся экономика российская на военные рельсы перешла. Ну вот непосредственно, вот это как было наши специалисты, вот главное управление разведки отработало, по-моему, вчера или позавчера по станции Севастополя. То есть был уничтожен именно тот объект генерации, который питал военный объект рядом стоящий. Ну то есть вот такая точечная вывод из строя, причем иногда это системы ПВО. Либо системы связи, либо системы ПВО. И в этот момент, когда уничтожается энергетика, пока ЗРК, если висит на, допустим, на гражданской сети, они всегда подключаются к гражданской сети. А потом, если вдруг выключается энергия, то переключаются на работу от генераторов. Но это есть время определенное, там даже бывает десятки секунд, но за это время могут пройти ракеты. Иногда это мы тоже используем, таким способом выводим из строя. Спасибо большое. Идем дальше. Я обещал реакцию. В ООН осудили удар по заводу по производству дронов-шахедов, камиказов-шахедов в российском Татарстане. Там назвали предприятие, работающее на ВПК оккупантов, гражданской инфраструктурой. Далее цитата пресс-секретаря, генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик сказал, «Мы выступаем против всех нападений на гражданскую инфраструктуру и призываем их прекратить». Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал тем международным организациям, которые осуждают удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, приехать в украинские города, которые постоянно находятся под обстрелами России, и уже потом что-то осуждать. Далее цитата. Большое спасибо различным международным организациям, которые постоянно что-то осуждают, и это очень важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопрос об ударах по НПЗ на территории России, на временно оккупированных территориях, где есть инфраструктурные объекты, так и на военных аэродромах РФ и на захваченных украинских. Здесь очень просто можно этим организациям ответить, мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять, как выжить в Харькове, и как людям жить без света, без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия, кроме силы, ничего не понимает. И все осуждения относительно незаконной оккупации нашей территории, ударов по нашей энергетике, блэкаутов, которые мы пережили во время этих двух лет, подрыва нашей инфраструктуры, гидроэлектростанций, все эти осуждения не привели к уменьшению атак российской инфраструктуры. Это свидетельствует о том, что эти люди понимают только то, когда есть мощный ответ, поэтому я считаю, что наши западные партнеры должны поддерживать украинские ответы. Конец цитаты. Роман Григорьевич, удивила вас реакция наших, не так аккуратно скажу, сейчас ООН как минимум, поскольку это международная организация, мы пока не видим публичных сигналов, не знаю, из Франции или Германии в ожидании этих ответов, но вот ООН уже, значит, говорит, что против нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Ну какая же гражданская инфраструктура? Завод по производству шахедов, которые летят каждую ночь убивать украинцев. Ну, ООН уже давно стала организацией, а тем более она по-другому уж и не могла быть другой. Дело в том, что Россия до сих пор присутствует в Совете Безопасности ООН и является одним из таких серьезных спонсоров ООН. Потому они по-другому не могут действовать. Это уже просто проблема мировая сейчас. Изменять надо состав руководящих органов организации бьенных наций либо ее переименовывать, допустим, в организацию пяти ядерных держав. Ну, примерно так. И в диктат остальным не ядерным державам. Хотя, конечно, ядерных держав сейчас уже больше. То есть помимо того же Китая, России, Америки, Франции и Великобритании есть еще и тот же Пакистан, Индия. И тот же под вопросом Израиль, как всегда, Иран, Северная Корея. То есть по большому счету спектр, он вроде как больше. Это только если по ядерке смотреть. Но, тем не менее, до сих пор давлеет этот Совет Безопасности, в который входят эти ядерные государства. И это проблема. Проблема для всего мира. Ее надо однозначно решать. Вопрос, когда, но во время боевых действий. Не с руки, я бы так сказал. А уже после войны, после нашей победы, вопрос надо однозначно поднимать. Реформирование всей этой организации. Особенно, как минимум, ее управлять. Иначе мы будем получать вот такие интересные посылы по поводу гражданских объектов и так далее и тому подобное. Очень хорошо, кстати, некоторые европейские лидеры на эти сбросы ответили. Начинает Франция и кончая, по-моему, финнами. Мы имеем право защищаться. На нас напали, мы защищаемся. И все, этим все сказано. Россия напала на Украину. И Украина сама выбирает механизмы защиты, исходя из своих возможностей. А у нас, вот есть у нас возможность с беспилотниками работать. Будем работать беспилотниками. Нет у нас пока ядерного оружия. Оно может где-то есть там прикопанное. Они все же отдали. Мы же в конце концов украинцы. Кто его знает, может быть, если сильно надо будет, так и достанем. Но на данный момент, естественно, то, что есть, тем и пользуемся. Есть беспилотники надводные. Ну, вот треть российского флота отминусовали. Треть беспилотниками, не имея практически ни одного военного корабля. Та же самая картина и уже сколько? 14% углеводородки российской отминусовано. Чем? Беспилотниками, копеечными, по большому счету, если считать, допустим, стоимость большого, ну, то есть стоимость остальных видов вооружения. Потому вот, как это называется, голь на выдумку хитра. Вот мы пока в таком режиме, в этой голе. Но выдумка у нас довольно-таки серьезная. Мы видим, она неплохо работает. Тем более, наши руководители, наших спецслужб, армии, они выполняют свою задачу согласно той присяге, которую давали народу Украины. Не правительство Украины, не там, тем более, правительством каких-то других республик. А народу Украины, а там конкретно. Суверенитет и территориальная целостность. Ничего другого не написано. Потому офицеры, по крайней мере, офицеры, которые считают офицерами, они эту как раз присягу народу Украины и выполняют. Уничтожают противника, восстанавливая суверенитет и территориальную целостность. Причем территориальная целостность, это понятно. Это граница 1991 года. Ни одного вражеского солдата на этой территории не должно находиться. Если находится, то задача любого офицера вооруженных сил Украины это уничтожить этого солдата, террориста. А вот суверенитет там та же картина, потому что суверенитет – это наше внутреннее дело. То есть мы сами должны принимать решения, а носителем власти является народ Украины. А именно вооруженные силы и офицеры давали народу Украины присягу. Потому как раз суверенитет – это восприятие и выполнение задач народа Украины. А здесь уже внешние силы как раз на это влиять сильно не могут. ООН это, не ООН это. Если ООН, допустим, не может организовать или обеспечить безопасность, ООН не может обеспечить безопасность и неприменение силы при решении территориальных споров. Наши гаранты по Будапештскому меморандуму не могут обеспечить нашу территориальную безопасность. И тогда мы будем сами это делать. Поэтому, что сказать, нет смысла обращать на это внимание. Тем более, еще раз повторюсь, ООН уже превратилась в какое-то общество с ограниченной ответственностью, в которых миллионы по всему миру. Спасибо большое. Следующая информация. Главное управление разведки готовит спецоперацию по уничтожению так называемого Крымского моста в первой половине 2024 года. Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на неназванных высокопоставленных чиновников ГУР. Значит, по данным издания, в ГУР считают, что смогут вывести мост из строя в ближайшее время. Цитата. «Мы сделаем это в первой половине 2024 года», сказал источник The Guardian. Роман Григорьевич, с одной стороны, конечно же, мы все ждем, когда этот несуществующий мост перестанет функционировать. Но, с другой стороны, а зачем анонсирование? Ну, скорее всего, запросы есть. Ну, есть запросы на это действие. Причем есть запросы не только у украинского общества. Уже такое впечатление. Весь мир уже на бис просит. Повторите еще раз. То есть понравилось первый удар службы безопасности, второй удар службы безопасности. Теперь УТГУР, скорее всего, подкручится к выполнению этой задачи в паре со службой безопасности. А я так думаю, все-таки подключатся дальние средства поражения. Дело в том, что креативить это, конечно, хорошо. То есть используют некоторые механизмы. Но россияне тоже к этому готовятся. То есть они перекрыли Керченский мост со всех сторон. Кроме одной, с воздуха. С воздуха сильно не закроешь. То есть какая бы ни была система ПВО сильная, но ни одна система, поверьте, ни одна система в мире 100% не прикроет охраняемый объект. Все вопрос в количестве тех средств поражения, которые будут применяться и в методах их применения при выполнении боевой задачи. И потому Керченский мост уж точно подчинит в БОЗе или в Дьяволе, как правильно тут сказать. Все-таки это такое действие по его возведению было не совсем богоугодным, скорее всего, больше дьявольским. Потому Керченский мост точно будет отминусован. Вопрос до какой степени, на какое время. Мы же видели первый удар на несколько месяцев, второй на несколько месяцев вывел из строя, но не уничтожил. Мост Керченский мост уничтожать полностью вряд ли кто-то будет. Почему? Потому что оптимальный вариант его разобрать. Ну то есть, допустим, разбомбить или опустить все эти конструкции на дно пролива. Но с точки зрения, начиная от экологии и заканчивая потом дальнейшего технологического использования протоки, ну нецелесообразно. Потому, я думаю, его выведут из строя какими-то ударами, то есть, ну понятно, какими. Скорее всего, все-таки ракетными или подводными есть и такие механизмы. Хотя, исходя из того, что новые Си-Бэби с тонными зарядами уже готовы для выполнения задач, потому, скорее всего, может быть такой комплексный удар. Но это выведение из строя, а не уничтожение. А уничтожение, скорее всего, это будет потом уже после победы, после зачистки Крыма, как минимум Крыма, и пойдет разборка этого моста уже техническими, инженерными методами. Роман Григорьевич, возвращаясь к началу нашего разговора про Татарстан, хотел уточнить, что это могло быть, что за БПЛА, поскольку на видео попал момент поражения, но там размах крыльев впечатляющий. Ну, из базовых, которые у нас есть, это ЮДЖИ-22. Ну, это из базовых тех, которые уже были заявлены, показаны. Вот как раз размах крылья там уравня 5 метров. Потому есть несколько версий, одна из которых – это уже отслуживший свое время, отслуживший один из легкомоторных самолетов, который был переоборудован в беспилотник Камикадзе. Это возможно взять любую Цесну, которой уже пора давно на свалку, и запустить ее для волнения боевой задачи. В принципе, это возможно. Она возьмет, в принципе, может взять, ну, где-то до полусотни, до сотни, до сотни максимум, правда, боеприпас, то есть донести. Но, опять же, чем больше самолет, чем больше, а тем более уровня Цесна, его надо передозаправлять. То есть там проблема именно с количеством топлива. И вот этот вес самолета, это сцентровка самолета, это целый комплекс подготовительных мероприятий. Ну, и сам по себе самолет переоборудован, он же сам по себе очень дорогой. То есть намного дешевле уже изначально стартово готовый беспилотник типа ЮДЖИ-22, вот его используют. Поэтому, исходя из возможностей, ну, вот я вижу две возможности. Если действительно это ЮДЖИ, либо это переоборудованная Цесна, типа Цесны, по крайней мере. То есть уровня таких беспилотников. Следующий сигнал из-за океана. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин заявил, что руководство США не поддерживает отправку своих войск в Украину. На вопрос, исключают ли США отправку американских войск в Украину, Блинкин ответил утвердительно. Также у госсекретаря спросили, потребуют ли решения отдельных стран о потенциальной отправке войск в Украину консенсуса со стороны НАТО. На что он ответил, я воздержусь от гипотез на будущее, но наша политика очень четкая. Политика президента Байдена четкая. Американских войск на украинской земле не будет, подчеркнул он. Роман Григорьевич, как читать этот сигнал? Дошифруйте его, пожалуйста, с такого военно-дипломатического языка. Как правильно понимать слова Блинкину? Ну, то есть, примерно так. До инаугурации Трампа войска США на нашей территории не имеют. Ну, вот так я это все услышал и прочитал. Понятно, сарказм, но в доле шутки доля шутки есть. В каждой шутке доля шутки. То есть, по крайней мере, эта администрация Белого дома не видит никаких возможностей, допустим, или целесообразности использования американских войск на нашей территории. Значит, есть какие-то моменты, которые были проговорены с либо Китаем, либо с теми же россиянами. То есть, такое категоричное, по крайней мере, утверждение, оно действительно в такой категорической форме. Это значит, есть какие-то такого рода завязки. Но здесь есть и плюс. То есть, понимание того, что американцы, ну уж не прикажут французам, или литовцам, или латвийцам, или эстонцам, полякам, румынам принимать свои решения. Но они, в принципе, и не могут это сделать, из-за их отношений даже внутри самого НАТО. Вот, допустим, сейчас, на данный момент, в Африке тот же французский иностранный легион выполняет боевые задачи, причем воюет с россиянами. Частные военные компании, это российские грушники. По большому счету, все это прекрасно знают. Война идет в Африке довольно-таки серьезно. Почему, в принципе, Франция, понимая, что ее практически выдавливают из Сахеля, мы уже проговаривали этот вопрос, то есть, вот они последнюю потеряли Брукина-Фасо. И, понимая, это оптимальный вариант, и это хорошо, если французы это понимают. Оптимальный вариант сейчас вернуть обратно влияние в Сахеле, то есть, в Центральной Африке, это как раз участие французских войск в уничтожении россиян на нашей территории. То есть, в разгроме российской армии. Поверьте, после разгрома российской армии на нашей территории, если в этом будут участвовать и французские войска, в том числе, неважно, в какой ипостаси, на линии фронта или в подготовке, то вопрос по Центральной Африке у них автоматически решится. Автоматически. Так как сразу там это же все-таки центральные африканские отношения, так называемые, там любят силу. И если французы эту силу покажут, им оптимально как раз ее показать на европейском континенте, они ее покажут, и там эти вопросы решатся сразу. А россияне сами оттуда отползут, и эти руководители этих государств, где есть интересы Франции, они переключатся, то есть переключатся обратно на французскую помощь, как минимум военную, это точно. То есть, исходя из этого, вот как минимум французам это выгодно. Выгодно это и в том числе, допустим, тем же румынам, понимая, что Румыния, она, во-первых, мы соседи, а с другой стороны, они также состоят в НАТО и понимают по проблему России, по крайней мере. То есть, эти же самые моменты, связанные с участием еще как минимум своих войск, как минимум где-то с десяток европейских стран, рассматривают такие варианты. И я думаю, как только кто-то один решится, обозначится. Дело в том, что войска-то у нас есть. У нас с 2014 года, ну, есть воинские части, причем именно воинские части или командированные, или, допустим, с расположением у нас части стран НАТО у нас есть. Начиная от Канады и заканчивая странами Балтии. Я сам встречался в свое время и с канадцами, еще в 2014-2015 году. То есть, по большому счету, здесь ничего уже такого страшного нет. Единственное, обозначиться это в информационном потоке, обозначить свое присутствие, причем официально обозначить присутствие, запросить у нас в открытом режиме разрешение, ну, или запросы и так далее, и тому подобное. Я думаю, как раз все это с Франции и начнется. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!